Добрый день У нас творческая встреча, поэтому встречаться мы с вами будем творчески, то есть показывать творчество некоторых членов жюри, некоторых, может быть, участников, которые, на наш взгляд, были интересны, но по каким-то причинам не выступают около концерта. И немножко мы вспомним историю наших фестивалей, которая начинается с 2008 года, когда состоялся первый конкурс «Мы вместе». Сейчас я напоминаю, что у нас шестой конкурс «Мы вместе». Хочу представить сразу Ларису Иврополитскую. Это наш бессменный участник фестиваля и бессменный ведущий. Если вы были на фестивалях, то все конкурсные выступления и галоконцерты вела Лариса. Ну а я хочу представить Александру Ирмолова. Это бессменный участник фестиваля, без которого ничего бы не состоялось, конечно же. Спасибо. Ну а начать нашу встречу я хотел бы с выступления нашего члена жюри, профессора Московского лингвистического университета, известнейшего переводчика, замечательного автора текстов. Он написал достаточно много песен, которые исполнялись на конкурсе. Вот кроме того, он и сам является исполнителем своих песен. Это Михаил Закот. Встречайте. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну вот видите, меня попросили открыть эту встречу. Ну я тоже участник, по-моему, всех конкурсов «Мы вместе в том или ином виде». Ну а для меня вот этот особенный, он, значит, замечательный. Для меня тем, что мы с Сашей Ермоловым наконец-то выпустили наш совместный диск, который мы, в общем-то, планировали давно. Но я надеюсь, что все вы его получили, потому что его расставали при регистрации. Ну вот мы его, идея эта вынашивалась давно, и вот, наконец, нам удалось его воплотить в жизнь. Все, у кого этот диск есть, я думаю, что вы получите от него удовольствие. Песни почти все вам известны. И, кстати говоря, если кому-то интересны, вот мои песни отдельные, они у меня есть, кто-то хочет, их можно, несколько дисков у меня есть, их можно приобрести. А вот, а спою я сейчас вам песню, нашу с Сашей песню. Собственно, это одна из тех песен, которые, как мне кажется, наиболее точно характеризуют наше с ним совместное творчество, но, по крайней мере, ту его часть, которая относится к моему исполнению, потому что мы с ним пишем песни для детей. Но, помимо этого, мы с ним пишем песни вот для меня, где я выступаю как автор-исполнитель шансона, скажем так. И вот песня, которую я сам очень люблю и практически на всех своих концертах ее исполняю. Это песня, но она посвящена вроде бы времени года, но, с другой стороны, это состояние души, метафора такая всем понятная. И песня называется «Золотая осень». Что случилось? Не пойму, есть вопросы, нет ответов. Кто тогда и почему нам закрыл дорогу в лето? Золотая осень и опавшие листва, Золотая осень и прощальные слова, Друг на друга осень от дела у нас права, Осень-осень ты не права, не права. Друг на друга осень от дела у нас права, Осень-осень ты не права. Почему хочу понять, Наши отцвели денёчки, Стало солнце дольше спать, И разлуку дождь пророчит, Стало солнце дольше спать, И разлуку дождь пророчит. Золотая осень и опавшие листва, Золотая осень и прощальные слова, Друг на друга осень от дела у нас права, Осень-осень ты не права, не права. Друг на друга осень от дела у нас права, Осень-осень ты не права, Осень-осень ты не права, Ты попробуй рискни, Обернись селёным маем, Только нас заедини. Осень-осень золотая, Ты уж нас съедичь, Осень-осень золотая. Золотая осень и опавшие листва, Золотая осень и прощальные слова, Друг на друга осень от дела у нас права, Осень-осень ты не права, Золотая осень и опавшие листва, Золотая осень и прощальные слова, Друг на друга осень от дела у нас права, Осень-осень ты не права, не права. Друг на друга осень от дела у нас права, О, синёси, ты не права. О, синёси, ты не права.